Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим позиции с блокадой фланга. Что такое блокада фланга? Одна из сторон, в данном случае черная, занимает центр. Но белая, то есть другая сторона, блокирует правый фланг черных и играет на отсталую шашку А7. Рассмотрим первую позицию. 7 на 7. В данном случае у белых огромное преимущество. Видите, у черных очень ослаблен их левый фланг. То есть на левом фланге находится всего лишь одна шашка. Поэтому белые в данной позиции побеждают. Победе ведет ход FG3. А вот ход BC3 выпускает выигрыш. Черная игра от FG5 и стоит угроза размена 2 на 2. Поэтому белым приходится играть FG3. И черные все равно меняются. GF4 и CD4. И возникает позиция даже с преимуществом у черных. Белые все-таки могут достигнуть ничьей. Поэтому правильно, друзья, в этой позиции играть FG3. Теперь черным приходится играть FE5. И белые играют GH4. Черные нападают. ED4 сильнейшее сопротивление. И белые закрываются. GF2. Далее черная игра от DE7. И вот в этой позиции есть два хода. EF4 ведет к победе. А вот ход HG5 снова выпускает выигрыш. После HG5 черные играют AB6. И грозят разменяться таким образом. Поэтому белым приходится играть GH6. Когда черные играют EF6. И в этой позиции белым надо уже меняться BC3. И затем играть EF4 и FG5. И прорываться в дамки. Достигая ничей. А вот напрашивающийся ход EF4 здесь красиво проигрывает. Можете поставить видео на паузу. И попытаться найти комбинацию за черных. Черные играют DC3. Белым приходится бить назад. Затем играют DE5. FG5. И прорываются в дамки. С полным разгромом позиции белые. Так, друзья. Видите, у черных образовался кулак. На их правом фланге ударный. Поэтому всегда надо смотреть на комбинации. Поэтому в этой позиции правильно, конечно, играть EF4. Далее. GEF6 и FG3. Черные играют AB6. И белым надо нападать FG5. И вот здесь есть два варианта. После хода DE3 все форсировано. Бой-бой. 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 Белые выигрывают шашку. И здесь легко выигрывают. FE7, DC5. Тоже все форсировано. EF6, CD6. FG5, DC7. Белые прорываются в дамки. Черные. Видите, немножко не успевают на один темп. И белые откидывают черных. Прием называется отбрасывание. И обрезают шашку черных по большой дороге. Например, как было в партии Кустарев-Князев. Если черные в этой позиции играют FE5, второй вариант, тогда белым правильно играть BC3. Жертвуем шашку. И меняемся назад. GF4. И грозим пройти в дамки. Далее возможен следующий вариант. BC5, GF6. CD4, FG7. Черные рвутся в дамки. Но белые не дают им этого сделать. Ставим дамку по большой дороге. Черные жертвуют шашку. И здесь, конечно, правильно отдать сперва шашку AB6, чтобы не было удара по затылку. И затем уже отдаем дамку. И черные до дамок не успевают. На ход AB4 ставим дамку. Черные играют BC3. И вот здесь... Ну, вернее, черные проходят дамки, но выигрывают так называемые распутия. Тоже красивый прием. На ход CB2 играем FG7. И черным некуда ставить дамку. Если они ставят дамку на C1, тогда выигрываем после хода G6. Если ставят дамку на поле A1, тогда выигрывает столбняк. Третий прием. То есть на ход BC7 ловим дамку. И белые празднуют победу. Данная позиция возникает очень часто из двух дебютов. Например, дебют кол. Вот в такой интерпретации. CD4 FG5, BC3 GF6, CB4 HG7, BC5. Черные играют GH4. Белые подтягивают отсталую шашку AB2. Далее B5, GF4, FG5. Ну и белым надо меняться CB6. Тогда черные играют AB4. И после хода BA3 черные меняются ED6. Здесь белые играют DC3. Черные играют DC7. И после хода CB2 черные играют CB6. И вот, друзья, если белые здесь допустят единственную ошибку в партии, сыграют CD4, этот ход проигрывает. То есть тогда меняемся назад. И после хода BC3 возникает позиция, которую мы только что рассмотрели. Только с переменной цвета. Выигрывает ход CB6. Правильно, конечно, в этой позиции белым было играть BA3 с равной позиции. Второй дебют, из которого часто возникает данная позиция, это ленинградская защита. Например, CD4 FG5, BC3 GH4, CB4 BA5. Вот такое характерное нападение. И вот такой размен DC5. Бой-бой. Далее, GF6. Белые меняются назад. И черные развивают отсталую шашку А7, AB6. Белые занимают центр CD4. И черные играют BA5. Белые развивают свою отсталую шашку AB2. Далее, HG7, GF4. FG5, DC5. Черные играют AB4. И белым надо меняться. CB6. Здесь снова меняемся. ED6. Далее, BC3, DC7. CB2, CB6. И вот снова ход CD4 уже, как вы знаете, проигрывает. Меняемся назад. И на ход BC3 выигрываем после хода CB6. Так, следующая позиция, друзья. Тоже очень часто встречается на практике. Белые также выигрывают. То есть, у черных, видите, отсталая шашка А7. Плюс никогда нет хода CD4. Потому что белые сыграют FG3 и пробьют на поле Е7. Вот за счет этих факторов белые здесь побеждают. В победе ведет только ход CD2. Далее, GF6, DE3, FE5. И вот здесь надо играть GH2. У черных есть два варианта. ED4 и EF4. Давайте рассмотрим оба. После ED4 играем HG3. Ну и далее все форсировано. AB6, GF4, BA7. Жертвуем шашку. Видите, у черных образовалась очень неудачная связка. Плюс отсталая шашка А7, которая фактически не играет. По сути, три шашки белых сдерживают целых пять шашек черных. Но на счет этих факторов белые легко побеждают. Ну, пусть им побили и EF4. Черные, пусть им отдают DC3. Ну, на FE5 просто идем в дамки и побеждаем. А на ход CD4 проводим несложную комбинацию. FE5, ну и DE3. Либо FE3. Без разницы. И белые побеждают. Так, второй возможный ход в этой позиции. EF4. Бой-бой. Нельзя черным дать сыграть CD4, поэтому играем FE3. Ну и далее все форсировано. FG5, EF2. GH4, HG3. AB6. Вот здесь, конечно, правильно играть EF4. Именно таким образом. GF4 не ведет к победе. И после хода BA7 снова, видите, образовалась вот эта вот очень неудачная связка. Плюс отсталая шашка А7. Снова жертвуем шашку. Мы можем себе это позволить. Ну и далее уже GF4, FE5. FG3, ED4. Ну и после хода GH4 черным нажертвовать шашку. И играть CD4. Тогда меняемся назад, DC3. Ну и затем просто ведем шашку H4 в дамке. И легко выигрываем. Данное положение очень часто возникает в дебюте косяк. Например, CB4, FG5, GF4, GF6, BC3, GH4, BA5, BC5. Такая симметричная позиция. И белые первые нападают. Выгодно нападать первыми при параллельных шашках. Видите? Видите, вот шашки. Тогда играем HG7. Ну и после хода AB2 здесь можно играть либо B7, либо FE5, либо FG5. Если черный играет FG5, тогда правильно играть, конечно, DC3. Черные меняются. CB4 и играют ED6. Белые играют CD4. И черные играют GF6. Вот здесь правильно за белых играть либо DC5, либо DE5. С примерно равной игрой. А вот ход BC3 ведет к проблемам. Черные меняются назад. Очень хорошо, удачно. Ну и здесь еще спасал ход CB2. Конечно, у черных большое преимущество, но выигрыша нет. А вот ход CD4 уже окончательно проигрывает. Играем DE5. Приходится бить на поле F6. Ну и после хода CB2 возникает позицию, которую мы увидели. FE7 ведет к победе. Следующая позиция, также выигранная за белых. Здесь, видите, у черных снова очень ослаблен левый фланг. Всего две шашки. А на правом целых шесть шашек. Ну и плюс отсталая шашка A7. Черные не могут ее ввести в игру. Поэтому белые здесь за счет этих факторов побеждают. Как это сделать? Играем EF2. И на ход GF6 играем FG3. То есть идея какая? Когда черные играют рано или поздно FE5, мы меняемся назад. GF4. Ну и видите, никогда не даем черным сыграть CD4. Далее возможны два варианта. HG5 и DE7. Давайте рассмотрим оба. После хода HG5 белые выигрывают следующим образом. Играем AB2. Плюсим AB6. FG3. Грозим напасть, поэтому приходится черным сыграть GH4. Тогда играем GF2. Закрываемся. Ну и на ход DE7. Просто играем BC3. EF6. CD4. FG5. И нападаем. У черных единственный ход DE5. Тогда бьем на поле F6. И попадаем в лампе с выигрышем. Такой несложный выигрыш. Форсированный. Тут черным никуда не отвернуть. Если в этой позиции черный играет DE7. Это более серьезное сопротивление. Тогда играем AB2. Далее. EF6. BC3. И вот здесь напрашивающийся ход FE5 быстро проигрывает. Временно жертвуем шашку AB6. И затем ставим рожонку на поле F6. И белые за счет вот этой шашки F6 легко побеждают черных. Можете убедиться в этом самостоятельно. Поэтому у черных в данной позиции единственный ход AB6. Ну тогда белые побеждают после хода FG3. И здесь есть два варианта. FG5 и FE5. Так. Если черные играют FE5. Тогда меняемся назад. CD4. Ну и после хода DE5 играем GF2. Далее. B7. Черные максимально сопротивляются. И вот здесь выигрывают очень красивый прием. Белые нападают EF4. И после того, как черные отходят, играем именно GH4. Не боимся, что черные пройдут дамки. Потому что после хода DE3 играем AB4. И выясняется, что эти две шашки легко сдерживают три шашки черных за счет связки. А шашка F6 выигрывает шашку H6. Поэтому белые красиво побеждают. Вот такой техничный прием. То есть видите, друзья, уже в третий раз видим, что белые побеждают за счет жертвы шашки. Очень часто применяется в подобных позициях жертвы шашки. Если черные вместо хода FE5 играют FG5. Тогда играем GF4. Не даем сыграть черным GF4. Ну и здесь есть два варианта. На DE5 легкий выигрыш. Бьем шашкой B4 на D6. И когда черные бьют на G3. Скромно играем GD4. Ну и после всех перебоев выясняется, что у нас две лишние шашки. Черным надо сдаться. Если черные в этой позиции играют GF4. Тогда занимаем центр. Ну и в ответ на G3. HG3 это сильнейшее сопротивление. И ход HG5. Здесь уже сами меняемся EF4. Ну сюда бить бесполезно. Потому что у черных будет связка. Поэтому им приходится бить C на E3. Тогда бьем назад. Бой на H6 не выигрывает. Ну и далее форсировано. GF4. Dc3. Видите. Не даем сыграть FE3. И зажертвует. Снова. В который раз. CD4. И белые легко выигрывают. Поэтому черным приходится играть Bc5. Ну и далее GF2. Например, как было в партии Рыбаков-Бельский. 1960 года партия. Ну и далее. Возможно еще. B7 напали. FG3. Надо отходить. Ну и скромно заходим в любки. И черным снова надо сдаться. Тут уже они сопротивление оказать не могут. Данная позиция очень часто возникает из следующего дебюта. Обратная городская партия. CB4. FE5. EF4. EF6. BA5. BC5. BC3. FG5. И белые меняются. CB4. Бой-бой. Далее. GF6. CD2. Вот такой необычный ход. В чем идея? Мы ловим черных на такую ловушку. Если они играют FG7. Белые играют DE3. И вот здесь правильно играть ED4. С равной позицией. А напрашивающийся ход FG5. Очень часто начинающие его делают. Уже проигрывают. Белые играют GH4. И бьют именно на F6. А затем выбивают важную шашку E5. Ну и далее после хода HG7 возникает позиция, которую мы только что рассмотрели. Белая игра от EF2 FG3. И затем меняются назад GF4. С выигрышем. Следующая позиция. Также очень часто встречается в игре. Тут анализы гроссмейстеров Маркиела Фазылова и Максима Федорова будут показаны. Смотрите. Снова преимущество у белых. Они играют ED2. В чем идея? На ход FE5 мы уже меняемся HG5 и выигрываем эту позицию. То есть у черных очень заслаблен их левый фланг. Поэтому их положение проигранное. Далее возможно DE7. Черные не дают белым пройти в дамки. Допустим, GF2. Ну и тут есть два хода. Если черная игра от CD4, тогда делаем выжидательный ход AB2. И черным некуда просто прилично пойти. Надо сдаться. Если черные играют ED4, ну час от часу не легче. Играем DE3. Ну и после хода AB6, AB2. Далее BA7. Последний единственный ход. Ну и EF4. Черным снова остается только сдаться. То есть выяснили, что ход FE5 проигрывает. Поэтому черные делают выжидательный ход царской шашкой DE7. Теперь мы и делаем выжидательный ход GF2. Черные делают последний выжидательный ход AB6. И белые делают еще один выжидательный ход AB2. Тут важно, кто кого перетанцует. Кто будет более осторожным и заставит соперника ошибиться. И вот здесь у черных есть два хода. Ход FE5 все-таки ведет к ничьей. Очень долго вот данное положение считалось проигранным за черных. То есть, например, в партии Серов-Кейв 1957 года черные сыграли BA7. И белые очень красиво выиграли. Снова, друзья, с помощью жертвы шашки. В который раз. Играем EF4. Далее FE5. Ну, здесь, конечно, FE3 играть плохо. Напрашивающийся ход, но он плохой. То есть, после хода HG5 приходится играть FG3. И черные, видите, вырываются на свободу. Здесь уже проблема у белых. Но, конечно, правильно в этой позиции вместо хода FE3. Покажу красным. Этот ход плохой. Правильно, конечно, играть FG3. Ну, черные думают, что у них все в порядке. Они играют EF6. У белых вроде бы единственный ход DE3. И черные вроде бы вырываются на свободу ходом ED4. Кажется, что белым остается только сдаться. Но, снова, друзья, здесь белых в который раз выручает жертва. HG5. Сумасшедший ход. Куда бить? Ну, сюда не побьешь. Потому что белые попадут в дамки. Поэтому приходится бить шашкой F6 на поле F2. Ну, и далее белые легко выигрывают. Например, HG5 DE3. Идем в дамки. И черные также идут в дамки. Ставим дамку именно на поле F8. И тут есть два варианта. В партии Серов-Хейв было DE1. Белые сыграли BC3. Ну, после того, как черные ушли дамкой на поле H4, белые провали небольшую комбинацию. Можете поставить видео на паузу. И попытаться найти ее. Белые игра GF2. Затем красиво жертвуют дамку. И сами прорываются в дамки. А дамка черных гибнет. И белые побеждают. Второй возможный ход в этой позиции. Если черные ставят дамку на поле C1. Здесь выигрыш тоже довольно-таки интересный. Тогда ограничиваем черную дамку. Играем дамкой на поле H6. Ну, и после единственного хода CD4 выигрываем шашку BC5. И бьем на Е5. Далее. Черные играют BC5. И грозят сыграть CB4. И уравнять позицию. Но белые играют BC3. И сами уже грозят напасть CB4. Поэтому черным приходится нападать. Заходить лютки. Когда белые отдают шашку. И играют GF2. И выясняется, что черным мешает собственная же шашка на поле C7. Отвечу красным. То есть, видите, приходится отдавать две шашки. Потому что белые грозят поймать дамку черной. Черные отдают две шашки. Ну, и здесь постепенно белые побеждают. За счет двух лишних шашек. Тут легко выиграно окончание. Друзья, очень долго. Около 50 лет. Данная позиция считалась проигранной за черных. Но. Гроссмейстеру Маркиелу Фазылову удалось найти ничью в этой позиции. Вот это анализ Маркиела Фазылова. Смотрите. В данной позиции после хода АБ2. Черные играют именно ФЕ5. Тогда белые продолжают давление. Меняемся. ХЖ5. И здесь уже у черных единственный ход. БА7. Тогда делаем очень сильный ход. БЦ3. Заставляя черных напасть. СД4. Теперь уже играем ДЕ3. И вот здесь у черных разбегаются глаза. Куда ходить? Есть три хода. Ход ЕФ4. И ход БЦ5. Уже проигрывает. А правильно. В этой позиции играть только ЕД4. Этот ход ведет к ничьей. Ну давайте сперва рассмотрим проигранное положение. Проигранные ходы. После хода ЕФ4 играем ЖА6. И грозим пройти в дамки. Поэтому черным приходится играть ЕФ6. Ну и далее. В партии Фазылов-Дорфман. Гроссмейстер Фазылов сыграл БЦ5. И выиграл. Ну и здесь гроссмейстер Максим Федоров. Из Нижнего Новгорода. Признанный знаток Эншпеля. Нашел более интересный выигрыш. И более техничный. А Ж7. Жертвуем шашку. Я уже не знаю в который раз. Раз в пятый или шестой. И играем ЕД4. И белые побеждают за счет связки правого фланга черных. Ну далее. А Ж7 ФЕ3. ЖФ6. ЕФ4. И черным снова остается только сдаться. Это уже анализ Максима Федорова. Выяснили. Ход ЕФ4 проигрывает. Ход БЦ5 также проигрывает. Тогда играем ЖА6. И А Ж7. Черный играет ДЦ5. И видите. Дамку пока ставить нельзя. То есть если сыграем на поле Х8. Тогда черные поймают дамку после хода СД6. А если сыграть на Ф8. Тогда черные выигрывают даже после хода ЕФ6. Поэтому белая играет ФЖ3. И черные сами нападают. ЕД4. Надо отойти. Черная игра ДЦ3. И еще надеются на ничью. Но ничей нет. Ставим дамку на Х8. И черным приходится жертвовать шашку. И играть СД2. Позиция кажется ничейной. Но на самом деле здесь везде у белых выигрыш. Играем ФЖ5. В чем идея. Если черные ставят дамку на поле Х6. И грозим поймать дамку черных после хода ЖФ4. То есть это положение проигранное. Так. Если черные ставят дамку на поле Е1. Тогда выигрывают следующие маневры. Уходим дамкой на А1. И ловим черную дамку из-за шлагбаума на поле Е7. То есть черным снова мешает собственно шашка. Затем бьем на поле Ж7. Ну и после хода СД6. Связываем черные шашки с тыла. Приходится играть СД4. Тогда играем АБ4. Ну и на ход ДЕ3. Здесь выигрывает вот такой красивый маневр. Играем БЦ5. И бьем именно шашкой на С3. Вот этого черные никак не ожидали. Выясняется, что надо отходить Е6. И белые после нападения дамкой из поля С5 легко выигрывают. Вот это анализ кроссмейстера Маркелла Фазылова. Чемпиона СССР. И чемпиона мира по русским шашкам. Ну и наконец, где же все-таки была ничья? А была ничья после хода Е4. Это единственное продолжение, ведущее к ничьей. Далее. Ж6. Грозим пройти в дамки. Поэтому черным приходится играть Е6. И белая игра от СД2. То есть угроза ДЕ3 неотразима. Белые выигрывают шашку. Но черные сопротивляются. ДЦ3. Приходится отходить. И вот здесь черные красиво сами жертвуют шашку. И игра от АБ6. И выясняется, что положение ничейное. То есть, допустим, продолжим анализ. СБ2. БЦ5. БА3. СД4. ФЖ3. Ну и естественно, ДЕ3 в этой позиции проигрывает. Белые просто меняются назад и легко побеждают. Но после хода ДЕ5, уже белым надо быть на чеку. Лучше всего пожертвовать шашку обратно. И сыграть АБ4. После размена СД6 и хода БЦ5, партия приходит к ничей. Например, БА7. Ж4. Е4. СД6. АБ6. АЖ5. АЖ7. И обе стороны должны заключить перемирие. Данная позиция очень часто также возникает в обратной городской партии. Например, СБ4. ФЕ5. Е4. ЖФ6. БА5. ФЖ5. Ж4. Бой на Е3. Бой. 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 Ну и далее. Черные отыгрывают шашку. ФЖ7. Белые играют АЖ3. И играют Ж4. Далее. Черные подтягивают отсталую шашку. АЖ7. И белые укрепляются на левом фланге. АБ4. ЕФ4. БА3. БЦ5. И белые меняются. ДЕ3. Ну и после хода ЖФ6 возникла позиция, которую мы с вами, друзья, рассмотрели. У белых большое преимущество после хода ЕД2. Но все-таки черные при правильной игре могут достигнуть ничьей. Следующая позиция. Тоже интересная. Так. В данном положении белые сыграли ЕФ2. Вот эта позиция из недавнего матча играл я против международного гроссмейстера Евгения Кондраченко. И мне чудом удалось вот эту партию свести в ничью. На самом деле положение примерно равное. То есть у черных здесь видите две шашки на левом фланге. Но снова вот их беспокоит шашка А7. Но в этой позиции темпы сходятся в пользу черных, как ни странно. То есть сильнейший ход ЕФ2. И черные играют ФЕ5. Тоже сильнейший ход. Белые играют ФЖ3. И хотят разменяться назад. С преимуществом. Ну и далее возможно ДЕ7. Черные подтягивают царскую шашку. И белые меняются назад. Далее. ЕФ6. БЦ3. Здесь помните? На ход ФЕ5 мы вот этот подобный прием уже видели. Белые временно жертвуют шашку АБ6. И ставят ржен на поле Ф6. Ну и легко выигрывают. Я это видел в партии. И сыграл поэтому АБ6. Вот этот ход ведет к ничей. Ход ФЖ7 также проигрывает. Например. Белые играют СД4. И заблокировали правый фланг черным. АБ6. Далее ФЖ3. Ну и здесь есть два хода. ЖА6 и ФЖ5. После ФЖ5 белые красиво выигрывают с помощью ЕФ4. Приходится бить в эту сторону. Ну и здесь у белых легко выигранное положение. Потому что у черных связан правый фланг. Фактически играет только одна шашка против трех шашек белых. Белые легко побеждают. После хода ЖА6 черные оказывают более сильное сопротивление. Но белые во всех вариантах побеждают. Допустим ЖФ4. Если черный играет ДЕ5. Просто бьем шашкой Ф4 на Д6. Ну и если бьют допустим на С3. Просто бьем на Д6. Следующим ходом забираем шашку Б6. И легко побеждаем. Есть легкий выигрыш. Если в этом положении черный играет ФЖ5. Это сильнейшее сопротивление. Тогда играем именно ДЕ5. Ну и после хода ЖА4 играем ЕФ6. Черные сопротивляются. ДЕ5 играют. И АЖ3. Бьем назад. Ну и после хода ЖА5. У всех разменов белые остаются с лишней шашкой. У черных очень сильная шашка С3. Рожжен. То есть по идее она стоит как две шашки. В принципе кажется равное положение. Но на самом деле побеждают снова белые. Они играют АЖ3. Ну и грозят допустим на ход ДЕ5. Просто зайти в липки. И выиграть за счет двух лишних шашек. Поэтому черным приходится играть ЖА4. Ну тогда здесь выигрывает присоска. Например как было в одной из партий игросмейстера Косенко. Играем ЕД4. Приходится бить на поле Е5. Когда играем АБ4. И возникает оппозиция 2 на 2. В пользу белых. Вот эти варианты игросмейстер Кантерченко показал после партии. То есть выяснили ходы ФЕ5. И ФЖ7 проигрывает. Я в партии правильно сыграл АБ6. И белые продолжают окружение центра черных. ФЖ3. Вот здесь в партии я ошибся. Сыграл ФЕ5. Этот ход ведет к большим неприятностям за черных. Но здесь есть красивые варианты. Правильно конечно играть в этой позиции ФЖ5. Ну и далее. Видите. Нападение ЖА4 невозможно. Из-за размена 2 на 2. ЖФ4 и ЦД4. Поэтому белым приходится нападать ЖФ4. Тогда черные уходят на бортик. Ну и далее все форсировано. ЦД4, ФЖ7, ЖФ2, Ж6. Белые играют ДЕ5. И черные выигрывают шашку. Ну и проще всего белым форсировать ничью таким образом. ФЕ3. Не жадничать, отдать вторую шашку. И идти в дамки. Ну и далее возможно. АЖ7, ФЖ3, ЖФ8. Отыгрываем одну из шашек. Черные еще хотят выиграть. Ну и здесь занимаем большую дорогу. Приходится закрываться. Тогда отходим на поле А1. Ну и после хода АЖ3 играем АБ4. И неизбежно размениваем шашку Е5. С ничьей. Вот это сильнейший вариант данной позиции. За обе стороны. Я же в партии ошибся. И сыграл ФЕ5. Вот здесь у белых очень большое преимущество. Они меняются назад. ЦД4. И у меня единственный ход. ДЕ5. Белые играют ЖФ2. Ну и после хода ФЖ7 играют ДЦ3. Далее ЖА6. И белые нападают СБ4. Здесь в партии я снова ошибся. Я сыграл СД6. Этот ход уже проигрывает. Белые бьют на поле С7. И здесь есть два варианта. ЕФ4. проигрывает. Смотрите. Бьем С на Е5. Ну и у черных есть два варианта. Либо побить на поле Д2. Либо побить на поле Х2. Давайте рассмотрим оба варианта. Если черные бьют на Д2. Тогда бьем на Д6. И выясняется, что черным некуда ставить дамку. То есть сюда не поставишь дамку. Она будет тут же поймана. Сюда ставить также бесполезно. Из-за хода ЖА4. В расчете, конечно, такой ход тяжело найти. Его надо знать. То есть, видите, стоит неизбежная угроза. ФЕ3. И черная дамка погибнет. Поэтому черным в данной позиции приходится играть АЖ5. Сильнейшее сопротивление. И тогда белые играют ДЕ7. Ну и сильнейшее сопротивление сыграть ЖФ4. Здесь белые красиво побеждают. Ставят дамку на Ф8. Приходится бить на АЖ2. Затем играют скромно на ФЖ3. И легко выигрывают. Ничего сложного. Но, тем не менее, эти варианты лучше знать заранее. Если черные в данной позиции бьют на поле АЖ2, здесь у белых также выигрыш. Например, поставили дамку. Играем ДЕ7. АЖ5. Ставим дамку на Ф8. Черные играют ЖФ4. И грозят сыграть АЖ3. И достигнуть ничьей. Поэтому белая игра ЕД6. Теперь уже АЖ3 играть бесполезно. Поэтому приходится играть ЖФ2. Единственный ход. Тогда отходим ДЕ7. Черные отъедают одну из шашек. Но здесь белые легко выигрывают. Играют ФЖ7. И затем контролируют. Видите? Верхний двойник. Чтоб черная шашка АЖ4 не прошла в дамке. И контролируют большую дорогу. Все. Это положение выигранное. Так. После хода СД6. Я вместо ЕФ4 в этой позиции сыграл СД4. Как ни странно. Это положение за черных также проигранное. Вроде бы пожертвовали шашку. У белых очень неудачно стоят шашки. Ф2 и Ж3. Но здесь белые при правильной игре выигрывают. В партии гроссмейстер Кондриченко поторопился. Сыграл БЦ5. И после хода АЖ5 пожертвовал шашку СД6. У меня уже был цейтнот. И он надеялся, что я ошибусь. И он выиграет. Но я оказался на высоте. После хода ФЕ3 я сыграл Ж4. Приходится отходить. И затем игра ФЖ7. Ну и форсировано. Партия приходит к ничейному окончанию. ЕД4, СБ6. АБ4 нападаем. БА5 надо отходить. Ж6. Надо играть ДЕ5. Жертвуем шашку. И ломимся в дамки. Ну и далее возможно. АЖ7, ЖФ2, ЖФ8. Черные ставят дамку именно на поле Ж1. Чтобы после того, как белые отошли на поле Д6, пожертвовать дамку. И белые успевают прорваться в дамки с ничей. Ну, это известное окончание ничейное. Поэтому партия закончилась ничей. На самом деле, вот в этой позиции, кроссмейстер Кондриченко мог легко выиграть. Я Евгению показал эту позицию после матча. И он, конечно, легко нашел выигрыш. БЦ5, АЖ5. Белые просто нападают, ЖФ4. Черным надо отходить. И снова жертва шашки. А уже задолбался в который раз. Жертва проходит. В данном случае прием отбрасывания. Ну и белые просто идут в дамки. И легко выигрывают. А где же была ничья, друзья, вот в этой позиции? После нападения ЦБ4, ход ЦД6 проигрывает. Во всех вариантах мы это выяснили. А здесь была очень красивая техничная ничья. ЕФ4. Ну, приходится бить на поле Е5. И затем черные проводят симпатичную комбинацию. АЖ5. Бой. Затем БЦ5. Бой. И ЦБ6. И черные форсируют ничью. Вот такая получительная позиция, друзья. Данная позиция возникла в дебюте отказанная игра Петрова. ЖА4. ФЖ5. Очень часто данное положение получается на практике. Белые окружают центр черных. ЦБ4, АЖ5. БА5, ЖА4. БЦ3. И ЕФ4. Вот позицию черных я считал более хорошей. Я считал, что у черных преимущество. На самом деле здесь позиция примерно равная. То есть у черных застряла шашка на А7. Ну и далее в партии было. ЦБ4, АЖ7. ДЕ3. Черные грозят разменяться назад. Поэтому надо закрываться БЦ5. Тогда белые активизируют отсталую шашку АЖ2. АЖ3, ЖА6. АБ2. ФЖ5. И вот здесь черные, белые делают очень тонкий ход. ЖА4. Все остальные ходы очень плохие. Но вот этот ход позволяет получить более приятную игру. То есть после вынужденного размена, ЖА4, белые меняются до Е3. Ну и после хода ЕФ6 возникла позиция, которую мы с вами рассмотрели. Евгений Кондорченко сделал четкий ход ЕФ2 и получил преимущество. Так. Ну и последняя позиция на сегодня. Также очень часто встречается на практике из различных дебютов. Впервые она возникла в партии Лебедев-Цирик. 1954 год. В партии белые сыграли АБ2. Этот ход неминуемо ведет к следующему положению. ФЖ5. ЖА2. ДЕ7. АЖ3. ЖА4. БЦ3. ЕФ6. СД4. Вроде бы белые занимают центр, но черные с помощью самозажима правого фланга побеждают во всех продолжениях. Например, СД2. ФЖ7. ДЦ3. ЖА6. ЖФ4. ФЖ5. И белым надо делать невыгодный ход. ДЕ5. Здесь черные играют СД4. И прорываются в дамки. На поле Ж1. Белые вроде бы тоже проходят дамки, но их шашки С3 и Е5 находятся под ударом. Поэтому черные заходят в любки. Надо играть ЕФ6. И здесь черные четко бьют на поле А1. Выигрывает только этот бой. Ну и после хода ФЕ7, черные красиво жертвуют дамку и бьют именно назад. И видите, дамка белых очень ограничена. У нее нет свободных ходов для передвижения. Поэтому белым приходится играть БЦ5. И это положение за белых проигранное. Я подробно разбирал данную позицию. Впервые данное положение точный анализ дал Днепропетровский мастер Евгений Ивашко. Он как раз мне показал там возможные варианты тоже. Очень сложная позиция. У меня почти получасовой анализ получился, друзья. Обязательно посмотрите, кто не смотрел мой анализ. Она, эта позиция очень поучительная. Как оказалось, гроссмейстер Цирик, Зиновий Цирик и гроссмейстер Максим Федоров, уважаемые шашисты, знатоки Эншпеля, допустили ошибку и указали неверный ход партии. То есть в анализах Цирика и Федорова все-таки черные не выигрывают на самом деле. А вот Днепропетровский мастер Евгений Ивашко впервые доказал, что во всех вариантах черные побеждают. Ссылку оставлю в верхнем правом углу. Обязательно посмотрите. Позиция белых на самом деле очень плохая. То есть если здесь играть как-то ЦБ2, ЦД2, ЦБ2, ЖХ2. Вот эти все ходы ведут к положению, которое случилось в партии Лебедев-Цирик. Они все проигрывают. Здесь есть единственная ничья такая, ФГ3. Единственный ход. Ну и черные снова атакуют, ФГ5. И вот здесь есть два хода. Напрашивающийся ход, ЖФ4, вроде бы кажется неплохой ход, он проигрывает. Из-за красивой комбинации. СД4. Ну, сюда бить бесполезно. Черные поставят рожон. И затем легко выигрывают. Поэтому приходится бить на 6. Тогда побили, побили. И черные проводят комбинацию. Пропускают белых в дамки. И тут же эту дамку ловят. И выигрывают. Ну, такая очень красивая комбинация. Поэтому ход ЖФ4, конечно, проигрывает. Правильно здесь нападать. ЖХ4. То есть мы должны уклониться от партии Лебедев-Цирик. Здесь черные вынуждены меняться. ФЕ7. И далее форсированно возникает следующий вариант. АБ2, ДЕ7. ЖХ2. Точный ход. То есть видите, БЦ3 играет слабо. Из-за размена 2 на 2. ЖФ4 и СД4. У черных будет огромное преимущество. Поэтому играем именно ЖХ2. Ход кажется несуразным. То есть сдвигаем опорную шашку. С дамочного поля. Плюс занимаем. Плюс шашка ЖХ2 становится отсталой. Но на самом деле это сильнейший ход. Черные играют ЖХ4. Далее играем БЦ3. И на ход ЕФ6. Здесь сделаем тоже точный ход. СД2. Именно этот ход ведет к ничьей. И далее здесь белые могут даже перехватить преимущество. Смотрите. Если черные сделают напрашивающийся ход. ФЕ5. Он ведет к проблемам у черных. Играем ЕФ4. Ну и здесь черных спасает только ход АБ6. А вот напрашивающийся ход. ДЕ5 выигрывает. Из-за несложной. Типичной комбинации. Играем Б на Д6. И проводим так называемый удар по затылку. АБ6. И остаемся с лишней шашкой. Такой типичный прием. Поэтому черным приходится играть АБ6. Пошел самозажим. Ну и здесь на ход ДЕ3. Они уже развязываются. ДЕ5. Белым надо бить Б на Д6. И после размена идти в дамки. Здесь преимущество конечно у белых. Например. GH2. CD4. Белые видите. Грозят затем отъесть шашку Б6. Ну черным приходится ставить дамку. И белые ставят дамку на поле Ф8. Черные играют АЖ3. И белые играют дамкой на Б4. Вот здесь у черных большие проблемы. Если они будут играть неправильно. Белые получают шансы на выигрыш. Но все таки у черных есть очень красивая ничья. Поставьте видео на паузу. И попытайтесь найти ничью за черных. Очень красивый прием. БЦ5. Выясняется что двумя шашками бить бесполезно. Так как черные затем займут большую дорогу. И проведут вторую шашку в дамке. Поэтому приходится бить на поле АЖ2. А здесь дамка белых гибнет. Ну и стоит неотразимая угроза. ДЕ5. И черные достигают ничьей. Такие красивые варианты. Это уже друзья мой анализ. Поэтому в этой позиции правильно вместо ФЕ5. Этот ход ведет к преимуществу белых. Играть АЖ3. Который раз жертва. И черные здесь уже нападают. ФЕ5. Но белым надо отходить. После разменов у черных более приятная позиция. Но белые во всех вариантах достигают ничьей. Например ДЦ3. Ну и здесь есть два варианта. Если черные меняются. И Ф4. Тогда идем в дамки. Ходом СД4. И на ФЖ3 делаем, как говорится, морду кирпичом. И играем ДЕ5. И после того, как черные выигрывают шашку. Белые играют АБ4. И неминуемо прорываются в дамки с ничьей. То есть снова выручила жертва. Я уже сбился со счетов. Который раз жертва выручает. Ну и наконец последний вариант. Если черные играют АЖ5. Тогда нападаем. Надо отходить. Затем играем ДЦ5. И выстраиваем ударную колонну. На ход ЕФ2 меняемся. ЦБ6. Черные ставят дамку на Ж1. И снова жертвуем шашку. Ходом ДЕ7. То есть не боимся удара по затылку. Так как мы успеваем пробежаться в дамки. Это ничья. Если же черные допустим занимают большую дорогу. Тогда уходим. Нападаем на шашку АЖ4. Сзади надо отходить. Ну и отдаем шашку. И занимаем большую дорогу. С ничьей. Вот друзья. Это сильнейший вариант. Вот из данной позиции. Где белые могут достичь ничьей. Надо играть ФЖ3. И затем нападать Ж4. Позиция очень часто возникает в классических шашках. И в летающих шашках. Но в классике она возникает из дебюта новое начало. Например. ЕД4. БЦ5. И белые играют ДЕ3. Черные делают сильнейший ход. Вот АЖ5 грозят сыграть ЖФ4. И белым можно сыграть вот таким образом. ЖФ4 надо отходить. Затем СД4. Черные допустим меняются. Белые также меняются. АБ4. И вот здесь черные меняются вот таким образом. И белые получают большое преимущество. АБ2. ДЦ7. БЦ3. Вот здесь. У белых огромное преимущество. То есть ничья. У черных единственная по сути это. СБ6. И после хода СБ4 нападение Б5. Остальное все ведет к позиции из партии Лебедев Цирик. Друзья. Я провел огромную работу. Поддержите мое творчество. Нравликом. И подпиской. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.